Способов чистки очень много, но они не всегда справляются с копанными монетами с большим слоем окислов, да и жутко не воняют. Вы догадались, это нашатырный спирт и уксус. Имеются народные средства, вода от варки яиц, чищеная картофель и даже кока-кола. И наше средство очень близко к этому напитку, так как он входит в состав кока-колы. Нумизматы со стажем вопрос чистки решили для себя давно. У каждого есть свои секретные рецепты. Начинающие шерсят просторы интернета в поиске чудодейственного рецепта. Есть готовые средства, которые продаются, но они стоят денег, да и результат не лучше большинства сетевых советов. Прежде чем перейти к сути, я вам скажу, что монеты копаны. Внешний вид не коллекционерный, имеют зеленые и черные окислы. Оборотной батине не идет и речь. Чистим монеты до чистого металла, а затем наносим патин. Патина будет наноситься двумя средствами. А что вам понравится, вам решать. Наша жидкость сам металл не трогает, она работает только на окислы. И не удивляйтесь, что после чистки у вас монета не того вида, какого вам хотелось. Просто ваша монета была изначально плохого сохрана. Ну что, поехали? Очистить будем, ребята, сегодня вот такое вот серебро. Подобрал монеты, именно копанные из земли. Вот такой экспонат, самый худший, который сегодня будет чиститься. Это 50 копеек 1921 года. Достаточно дорогой экспонат. И он очень в сильном на росте. Монеты были чищены водичкой, но, к сожалению, результат плохой. Дальше. Взял убитенькие манисты. Это у нас царское серебро, но с низким содержанием серебра. И в связи с этим серебро у нас имеет зеленый налет зачастую. И как бы окислы постоянно огромные. Эти манисты я тоже буду сегодня чистить. Дальше. Рубли. Рубли тоже копанные. Но, как вы знаете, в основном рубли с высоким содержанием серебра. В общем, хорошее качество серебра. И они зачастую всегда беленькие и чистенькие. Их только можно щеточкой прочистить с водичкой, и они будут зачетны. Но все же, на них имеются вот такие вот места окислений. И не совсем красиво это все выглядит. Вот эти монеты я сегодня буду чистить до чистого металла. До чистого, чтобы они были беленькие-беленькие. Красивые и красивые. И в этом же видео я нанесу на них патину. И какие они у нас станут. Ну, какие они у нас станут, вы уже в начале видео видели. Вот из этих вот гадких и этих получились белые лебеди. Чистить буду. Жидкость уже налил. Что за жидкость вы увидите в конце видео. Потерпите немного. забрасываем сразу все монеты. И пускай они у нас там находятся до полного, до полного очищения. Сколько займет времени, я думаю, царское серебро быстренько очистится. Вот, как вы видите, уже появляются газы. То есть пузырьки именно на местах окислов. Это видно здорово на полтиннике. Вот, здесь вот видите, даже идут, исходят пузырьки, где окислы. на Николаевской. Видите, да? Пузырьки исходят. То есть процесс чистки пошел мгновенно. Пусть это все лежит в этой жидкости. Что за жидкость? Вот, смотрите, я ее трогаю пальчиками. Палец не облез. Так что безопасно, если в рот не заливать. Ладно, смотрим дальше. Ребят, прошло уже два часа. Водичка уже стала зеленая. И я думаю, рубли царские можно выложить. я думаю, все. А вот эти пусть отмокает, продолжаются. Как вы видите, не звезда уже в более-менее нормальном состоянии. Окислы отвалились, все находятся на дне. Вот, а эти рубли, думаю, сейчас будут уже готовы. И буду из них делать красоту. Итак, ребята, вот они наши рубли. Снимаю уже при искусственном освещении, так как уже темнеет быстро. После полутора часов рубль стал чистый. Раз и второй. Вот они, красавцы. Причем, один рубль у меня в родной патине. Ему уже скоро будет год. Вот за год он набрал вот такую патину. Кстати, смотрите, рубль 1898. Рубль 1897. И рубль 1899. Прям, ребята, погодовочка у меня собралась. Вот такие вот рублики. Можно, конечно, ставить в таком внешнем виде. И ждать, когда он приобретет вот такой вид. Это родная патина, которая ложится со временем. Но мы не будем ждать год-два. Мы сейчас будем накладывать на них патинку искусственную. Как наносим. Сейчас вы увидите. Ну и результат вы видите сейчас достаточно хороший. После того, как я их достал из нашей жидкости, я их обработал обычным сорти. Можно использовать Pemalux. Вот. Или же сода. Это помягче. Гранулы понежнее. Так что почистились нормально. Сейчас патина. Ну и наконец, ребята, переходим к патинированию монет. Буду использовать всего два метода. Очень простые. Это при помощи йода. Другую монету буду патинировать при помощи серной мази. Есть у меня шикарное еще одно средство. Это патинирование серной печенью. Но и видео я выкладывал. Должны знать. Ну погнали. Первая монета будет йодом. Вторая монета будет серной мазью. Кстати, ребята, серной мазью вы можете делать патину голубую. Все это зависит от вас интенсивностью нанесения серной мази. Пока в один слой нанесли вот такой вот результат. Втираем посильнее мазь под струей горячей воды. Итак, ребята, с серной мазью я, пожалуй, закончу. Получилось пока вот так предварительно. Сейчас я буду наносить патину при помощи йода. Беру ватку, макаю в йод и просто ровным слоем наношу на монету. Чем мне не нравится йод? Потому что йод монету чернит неравномерно. Вроде нанесли все ровно, да? Вот. Но серебро все равно темнеет неравномерно и приходится потом дорабатывать. Вот. Сейчас просохнет, потом еще один слой. Ну, наверное, три слоя понадобится, чтобы была устойчивая темная патина. Вот так что сейчас вне эфира я сделал еще два слоя. Итак, ребята, в общем, нанесли мы патину. Получилось достаточно неплохо. Вот у нас рубль нанесенный серной мазью. Ну, достаточно неплохо нанесется. Нормально. С этой стороны вот получилась вот так вот. Норм, норм. Монета, которую делали йодом, тоже нанеслась патина. Но она, как я вам изначально говорил, чем мне не нравится, это, естественно, небольшие пятна. И вот эти пятна на этой монете присутствуют. Но мы сейчас будем приводить это все дело в порядок. И эти пятна, видно, не будут. Патина присутствуют на обоих рублях. Сейчас будет просто. Берем ластик и поднимаем рельеф при помощи пластика. Вот такими движениями. Сейчас я все вне эфира это сделаю. И вам покажу всю красоту. На это у меня уйдет, наверное, полчаса или час. За окном будет совсем-совсем уже темно. Так что обзор. Сделаю этих монет, готовых монет, уже утром при дневном свете. Так что приятного просмотра. Ну что, ребят, как я и обещал, показываю вам непосредственные рубли при дневном свете. Это у нас патина, которую наносили при помощи йода. Да, йода. Получилось достаточно неплохо. Хотя йод, он не особо качественно наносится здесь тем, что появляется неравномерный слой патины. Нужно будет потом дорабатывать. Это у нас рубль, сделанный непосредственно при помощи серной мази. Тоже считаю, что получилось неплохо. Но здесь немножко сохранчик был получше. Хоть и косячные, имеются удары, какие-то риски некрасивые. Но факт в том, что вот так вот. И вот так вот выглядит, ребята, родная патина. Родная патина хорошего, бодрого рубля. Это неплохой результат родной патины. Вот здесь же я немного рельеф поднимал. Как вы видите, по силуэту и по буквам вокруг Николаевской головы. Рельефчик поднимал. И здесь тоже поднял рельеф надписей и рисунков. Получилось, я считаю, что неплохо. Кстати, вон там у нас еще до сих пор монетки лежат. Я их доставал, протирал. Сохранчик, к сожалению, 50 копеечного. Не очень. Сейчас достану и покажу. Ребята, достали мы жидкость, как вы видите, зеленоватой. Потому что на монетах, вот именно вот этих, на монетах, была зеленка. И зеленка, я считаю, отошла вообще здорово. То есть средство достаточно неплохое, подходит к чистке серебра, на которых имеется зеленка. Вот. Эта мониста раз. И вторая мониста два. Полностью зеленка с них сошла. И монетки чистые. Абсолютно чистые. Что касается, ребята, вот этого вот. На нем была сильная загрязненность. Не просто загрязненность, а якобы там что-то накипело, нагорело. В общем, черная была ерунда. В итоге, мы видим, что рельеф монеты немножко подъеден. Или подгоревший. Или что-то в этом роде. Вот. Монетка, к сожалению, плачевная. Даже видите, пятачок цифры 5. Имеется с каким-то ростом на ляпа-начета. С обратной стороны тоже та же тема. Что с этой монетой делать? Ну, конечно же, нужно уже прибегать к механической чистке. То есть нужно будет как-то делать декоративный, какой-то художественный. Ну, сейчас я попробую с нее что-нибудь сделать. Надеюсь, получится. Ну что, ребята. Наверное, на этом будем заканчивать свой видео цикл почистки монет. К сожалению, монету 50 копеек мне не получилось вернуть к жизни. Монета была съедена. Вот. Патину на нее с рельеф пытался нанести. Но все равно проявляется некрасиво. Но моя задача была вам довести, что эта жидкость работает и на серебре. Причем серебро само не трогает. Работает только на загрязнение, в частности на окислы. Вот. Эти монеты были в зеленке. Видите? Очень красивые, чистенькие монетки. Ну, также вам и рассказал, показал, что вот этот рубль у нас был патинирован при помощи йода. Кстати, этот рубль будет разыграться у меня на стриме. Поздравляю победителя. Вот. Этот рубль делался при помощи серной мази. Накладывается тяжело серная мазь на серебро. Но все же получилось. Вот. Так что, серная мазь обычная и йод обычный. Работает. Главное, пытайтесь делать. Кстати, чуть не забыл, вот эта жидкость, которая стала зеленая от окислов, называется нейтрализатор ржавчиной. Самое главное, когда будете приобретать эту жидкость для очистки, она работает на всех монетах и работает на окислах. Обращайте внимание на состав. Состав только ортофосферная кислота и вода. Больше нету никаких ингредиентов. Вот. Продается свободно в продаже в Леруа Мерлен. Вот. Если у вас нет возможности, можете у меня заказать. Ну что, подведем итоги по каждой монете. Начнем с николаевских рублей. Изначально они были неплохие. Лишь точечные очаги темного окисла в виде нароста. Жидкость справилась отлично. Затем мы нанесли на них патину. Первый способ наносили йодом в несколько слоев. Второй способ при помощи серной мази. Патину можно оставить как есть, но я немного поднял рельеф. Но это на любителя. Следующие монеты. Это монеты с манистой. На них были зеленые окислы в виде нароста. Жидкость также справилась на ура. А вот с чисткой 50 копеек возникли проблемы, так как монета оказалась горелой. И это мы увидели лишь только после чистки. Как я вам изначально говорил, если монета изначально испорчена или плохого сохрана, то и не ждите чуда. Конфетки не будет. И напоследок. Набивайте руку по чистке монет на какаликах, на недорогих экземплярах. Все приходит с практикой. На этом пожалуй и все. Понравилось видео ставим лайк. Делаем репосты. Ну и подписка. У нас много интересного и с нами весело.